добрый день уважаемые дамы и спада с вами Константин Белый я отвечаю на ваши вопросы скоро уже совсем скоро закончится лето что-то остался один месяц и у людей стоит вопрос как подготовиться к отопительному сезону а некоторые задают вопрос как сделать отопительную систему сделать отопительную систему своими руками на сегодняшний день заказывать систему отопления очень даже сложно почему потому что слишком много развелось я все могу таких мастеров все сделаю все будет все будет работать как обещают но это не факт после того как сделают некоторые мастера и как не ошибиться поскольку ведь система отопления это вообще-то система жизнеобеспечения без этого никак нельзя здесь ошибиться нельзя и вот у многих стоит вопрос насколько сложно и возможно ли сделать систему отопления своими руками ну сложность будет зависеть от сложности вашего объекта если дом небольшой то ничего сложного там нет и там не нужно больших распределений не нужно делать огромные какие-то дополнительные устройства которые бы согласовывали бы там плечи и там или там этажи или еще что если вы хотите разобраться в этом деле ну задавайте вопросы вместе и разберемся самое главное вы должны понимать чего складывается теплопотери вашего здания потому что вся система отопления она рассчитана на то чтобы восполнить теплопотери вашего здания вот вы должны первую очередь разобраться с чего складывается теплопотери вашего здания насколько ваши стены соответствуют хорошему утеплению потолок пол окна двери насколько ваша вентиляция может работать так чтобы ее можно было там делать типа рекупуляцию чтобы не не было потери тепла через вентиляцию много много вот этих вопросов которые решаются в принципе в период строительства легко а потом уже это ну дорогое удовольствие но тем не менее это решать надо и поэтому первым делом делается тепловой расчет здания когда вы сделаете тепловой расчет здания для этого есть формулы они всегда в доступе ничего сложного в них нет самое главное посчитать сколько вас здания теряет чтобы посчитать уже какую теплотворность должен быть иметь ваш котел соответственно сколько вы должны набрать радиаторов и вот когда человеку посчитает теплопотери он берет по этим теплопотерям котел ну как всегда с запасом кто говорит 25 процентов кто говорит 50 кто в два раза ну сильно перья как некогда говорит лучше перья больше добавить чем как говорится потом догонять ну бывает такое что слишком большая мощность котла не позволяет вам нормально экономично и эффективно работать по отоплению поэтому соответственно нужно котельное отопление подбирать ну с 125 максимум 1 и 5 коэффициент приди это предел больше не надо также и радиаторы вот тут как некоторые там не надо много набирать опять экономия включается давайте мы возьмем вот сколько надо а вот по радиаторам нужно всегда 1.25 от вашего возможно но от ваших теплопотерь почему так потому что вам допустим нужно срочно поменялась погода или вы уехали приехали у вас в доме холодно и вы должны быстро нагреть помещение поэтому мощность отопительных приборов должна быть с запасом это обязательно поэтому делается расчет системы отопления дальше нужно понимать правила монтажа правила монтажа они есть везде вот каждой системе и эти правила монтажа нужно просто-напросто выполнять если как говорится написано что вы должны обязательно ставить котел и ямкостной гидравлический разделитель вы должны его ставить почему потому что если вы котлу тверотопленную присоедините обычные пластиковые трубы то через время он вам их поплавит это нельзя делать вот так вот напрямую только через гидравлический разделитель через ямкостной гидравлической и вот таких правил набирается очень очень много но их нужно соблюдать ну нужно конечно немножко навык монтажа неплохо было бы пойти кому-то поучиться это обязательно потому что экспериментировать на своем объекте хорошо и это может может быть было бы даже спокойнее чем где-то но это затратно лучше бы конечно пойти поучиться чтобы вам все показали наяву и поэтому вы должны еще самое главное чтобы даже вы научившись вы когда начнете по новой делать вас найдется очень куча вопросов поэтому вам нужен еще свой технодзор который бы следил бы за тем как у вас происходит процесс монтажа вот вот такие вопросы они казалось бы ну я вроде рассказал они не сложные но все эти вопросы требуют углубления в процесс тепла тех теплотехники и тепломонтажа по-другому нельзя если вы хотите сделать так чтобы у вас система работала долгие годы или же вам придется нанимать нанимать вот тут уже нужно понимать кого вы нанимаете поэтому возможно возможно есть очень часто такое как шеф-монтаж если хорошая фирма если у вас есть уверенность что она делает качественно то такие шеф-монтажи очень даже эффективны когда вы платите небольшой процент от вашего объекта и вот вам кто-то ведет ваш объект и вы можете даже сами своими руками и это будет очень 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 выгодно потому что мало того заплатить за объект надо еще быть уверенным что у вас все будет надежно работать иначе про просто вы по зиму можете замерзнуть такие вот краткие вводная если у вас появились вопросы задавайте мы будем по этому вопросу расширяться по каждому отдельно по детально по всем вопросам я всегда рассказываю как как бывает кто-то хочет индивидуально это услышать индивидуальный там расчет нужно человеку все это уже дело платное если в общие вопросы которые вот я набираю их на видео и видео рассказываю как вот вы зайдите на канал увидите очень много вопросов уже рассказано то чего нет на канале спрашивать я по ходу буду добавлять эти темы пока у меня все всем доброго